Всем привет! Я рада, что вы на моём канале, либо впервые, либо, может быть, смотрите уже не первый мой ролик. Обязательно подписывайтесь на канал, здесь много о книгах и об учёбе. И сегодня я хотела бы поделиться своим личным топом о романтической литературе. На самом деле, когда у нас начинался в университете курс романтической литературы, я ожидала, что там будет очень много про любовь, но оказывается, романтизм — это про любовь, конечно же, в какой-то мере. Но в основном это про героя, который ищет себя, про индивидуального героя, про героя, которого не принимает общество. И, например, тот же герой нашего времени, всем известный Печорин, это как раз-таки романтический герой. То есть не всегда это про любовь, не всегда это прям что-то такое. Сегодня в подборке будут интересные романтические произведения. Которые после прочтения всего списка литературы для себя лично выделила я. Мы, конечно же, начали с немецкой литературы, потому что именно в Германии, нельзя сказать в Германии, да? Ну, короче, именно немцы положили традицию романтической литературы. Мы читали Шлегеля, Наваллеса. Не рекомендую, честно. Первое произведение, первый автор, который мне понравился, это Гоффман. Гоффман у меня, кстати, есть вот в таком красивом издании, да, которое я собираю. Мы читали «Житейские воззрения» кота Муров, и на самом деле мне очень понравилось это произведение. Оно немного запутано. Когда читаешь его, мне пришлось читать его за один день, в голове немного все спуталось, но потом все стало на свои места. И на самом деле, если вы любите булгаковского бегемота, то обязательно прочтите, потому что Булгаков взял за прототип своего кота бегемота именно кота Мура из этого романа. На самом деле, очень интересное, проникнуто сатирой произведение. Суть в том, что кот Мур пишет свою биографию, свои житейские воззрения. И для этого он использует листы для промокания, он использует своего хозяина, его произведение. И вот его хозяин действительно классный писатель, романтический герой. И мы видим, что житейские воззрения кота Мура нам изложены целиком. А вот биография именитого человека, она обрывками какими-то, что ей приходится складывать пазл из этих обрывков. Потому что вот что кот Мур случайно там всунул свои житейские воззрения, вот то нам и попало. Вообще, кот Мур в своем предисловии пишет, что мы можем пролистать биографию его хозяина, потому что это не очень интересно. Но на самом деле, читатель должен понимать, что как раз-таки биография хозяина кота Мура нам и интересна. Сказки Гоффмана я прочитала не всем. Я прочитала из ночных этюдов парочку и про крошку Цахиса прочитала. И еще одну, там про змей, я честно говоря, забыла название. Но сказки Гоффмана я рекомендую. Мне понравилось, интересно. И, насколько я помню, щелкунчика настоящего написал тоже Гоффман. Вот у меня мечта теперь в рождественские праздники, на новогодних каникулах. Я надеюсь, что я закончу свой основной список литературы. Я прочитаю настоящего щелкунчика, потому что как раз-таки будет такая новогодняя атмосфера. Но вот из романтизма Гоффмана я вам рекомендую. Это что касается немецкого романтизма. Еще мне понравилась удивительная история Петера Шлемля. Но, если честно, у меня нет книги этой в печатном виде. И вообще просто даже там на Литресе очень тяжело ее было найти. Она была там только на немецком. И я читала просто с сайта. Но история интересная. Мне понравилось, я бы ее тоже советовала всем прочитать. Далее мы перешли к английскому романтизму. Конечно же, мы начали с Байрона. Но я его вам советовать не буду. Лично мне не очень импонирует произведение в стихах. Мне не очень нравится. Тяжело воспринимается. Хотя Кайн и Манфред мне понравились гораздо больше, чем странствие Чайлд Гарольда, на которого опирался Пушкин. Вот Байрон мне не очень зашел. Хотя его последовательница Мэри Шелли, которая в споре с Байроном написала своего Франкенштейна, мне очень понравился. Франкенштейн рекомендую. Книга небольшая. Можно прочитать, мне кажется, за пару вечеров. Если не спеша, там за 3-4 вечера. Вполне она читаемая. И что интересно, мы решили, да? Франкенштейн. Я изначально, когда брала читать эту книгу, я думала, что Франкенштейн, это, ну так зовут, монстр. То есть почему-то у меня сложилось такое впечатление, исходя из медиапространства, наверное. Но оказалось, что Франкенштейн — это фамилия учёного. То есть Виктор Франкенштейн — это тот, кто создал чудовище. И здесь поднимаются такие вопросы вечные, да, там, вопросы ответственности, вопросы творца, кто за что отвечает. Знаете, вот я тебя, ну в ответе за тех, кого приручили, вот здесь поднимается эта тема уже тогда у 18-летней Мэри Шелли. Мне очень понравилось это произведение, и поэтому Франкенштейна всем советую прочитать. Тут нужно, конечно, сказать про Вальтера Скотта. Я прочитала его Роб Роя. Мне, в принципе, понравилось. Не скажу, что это прям топ-топ, но прочитать можно. Мне кажется, что у Вальтера Скотта есть какие-то другие произведения, их очень много. И, наверное, я столкнулась не с тем произведением. То есть Роб Рой можно прочитать, герой, в принципе, интересный. Там достаточно много уделяется внимания, скажем так, историческим событиям, потому что это исторический роман. И вот эти вставки мне не очень, если честно, понравились. Но в целом роман оставил положительное впечатление, и к Вальтеру Скотту я бы вернулась, наверное. Айвенга у него популярный роман. Может быть, стоит прочитать его, чтобы больше понять стиль автора и побольше внеснуться. Дальше мы перешли к французской литературе. Естественно, во французской литературе я прочитала Рене. Я прочитала у Константа Адольфа. Адольфа – это, кстати, прототип нашего Печорина. Лермонтов, так скажем, прочитал, вдохновился и написал своего Печорина. Поэтому можно прочитать Адольфа, можно прочитать Рене у Шатабриана. Мне это произведение... Они не очень большие, кстати говоря, то есть там точно за полвечера читаются. Они не очень большие, их можно прочитать, но это, знаете, вот страдальческие страдания. Я не знаю, как это описать, но это вот такой вечно страдающий герой. Я даже писала, когда эссе по романтическим героям. Я... нам надо было распределить их по категориям, самим придумать эту категорию и распределить. Вот и Рене, и Адольфа я отнесла к вечно страдающим героям, у которых всё плохо, которые из-за всего страдают, ни одного просвета в жизни у них нет. Адольф сам решил свою судьбу, когда связался с Реонорой и потом страдал в отношениях с ней. Рене вообще был влюблён в свою сестру и как бы от этого страдал, потому что они не могли быть вместе. Но во французской литературе больше всего мне понравился Гюго. И, если честно, я прочитала его произведения даже больше, чем нам нужно было читать по программе. Конечно же, я прочитала отверженных полностью. То есть, ну, здесь просто, мне кажется, про Гюго нужно записывать отдельный ролик, потому что настолько мне нравится, как он сплетает воедино все сюжеты. То есть, у нас очень много героев, у них разные судьбы. И вот как они переплетаются, да. Тут мы узнаем про каторжника, который у священника украл подсвечники. Потом мы опять видим этого каторжника уже в роли именитого гражданина. Потом мы опять встречаем каторжника уже в роли каторжника опять. Тут он опять исправляется, и мы следим за его судьбой. Я говорю, у меня аж мурашки по коже. То есть, настолько ты проникаешься героями, и настолько мне нравится, когда сюжет, он не простой, а когда какие-то детали, которые вначале говорятся, они потом играют свою роль. То есть, не просто нам сказали, что он там что-то сделал, там украл подсвечники, а эти подсвечники потом еще, еще, еще раз появляются в сюжете и играют какую-то роль. То есть, ну, меня просто это все поражает. Мне очень нравится, когда воедино связаны, и тем более, когда вот в таком большом произведении, все это автору удается соединить. Конечно же, собор Парижской Богоматери. Моя любимая здесь линия — это линия заточницы, то есть женщина, которая сидит под башней и приклеена на цыганку. Тот, кто читал собор Парижской Богоматери, а не смотрел фильмы, потому что ни в одном фильме, я смотрела очень много разных экранизаций, нет вообще этой линии. Вот кто прочитал книгу, тот понимает, насколько это сильная тоже деталь, тоже не просто так она там сидит и проклинает все время. Помимо этого я прочитала «Человек, который смеется». Посмотрите, посмотрите на размер этой книги просто. Здесь два произведения, и она действительно как-то очень большая просто получилась. Я прочитала «Человек, который смеется». Это произведение, которое меня ужаснуло, потому что сначала ты читаешь, как уродовали детей, уродовали детей ради того, чтобы их отдавать в шуты. Потом ты понимаешь, что главный герой — это человек, который смеется не потому, что он смеется, не потому, что ему весело, а потому, что его так изуродовали. Если честно, я всё время представления, всё время чтения представляла у себя в голове Джокера, у которого вот эта улыбка. То есть для меня это рисовался вот такой Джокер, которому нарисовали вечную улыбку. И то же самое. То есть там была целая глава, целая часть в море. Я её читала и просто думала, кто эти люди? Зачем мне описывается это кораблекрушение? И потом буквально там ближе к концу книги, спустя две трети книги, я понимаю, ага, вот зачем это кораблекрушение, вот зачем это всё описывалось. И знаете, настолько в человеке, который смеётся, сочетаются герои главные. Он урод, который видит с добрым сердцем. Его возлюбленная — это слепая девушка, которая видит только сердцем, и она не видит его уродство. И они поэтому любят друг друга, потому что она его любит за то, какой он есть. И знаете, это интересная деталь, которая во Франкенштейне тоже была, потому что там был слепой старик, который с чудовищем разговаривал, принимал его. То есть пока мы не видим человека, его внешний вид, мы можем его полюбить, мы можем с ним дружить, но очень много для людей влияет вот эта внешняя оболочка, внешняя оболочка урода, скажем так. И вообще я заметила, что в романтизме очень много героев, которые отличаются каким-то уродством. Вот у Франкенштейна, у чудовища, да, человек, который смеется в соборе Парижской Богоматери Квазимода, тоже не отличался, так скажем, красотой. Поэтому тоже такой отличительный герой. Это герой такой, который отличается и внешними грамметрами ТОП, скажем так. Дальше мы переходим к Америке, и здесь я прочитала Натаниэля Голотерна «Алая буква». Кстати, я смотрела фильм, но не «Алая буква», я не знаю, кто-то, может, видел «Отличница лёгкого поведения». Это фильм моего детства, самый детский фильм моего детства, он где-то 2000-х годов, это такая американская комендия, и там как раз-таки есть отсылочка к произведению Голотерна «Алая буква», потому что там отличница нашила себе букву «А», типа, что она лёгкого поведения. Вот. Такая вставка-невставка. Но на самом деле мне роман понравился, но мне понравилась героиня, и совершенно не понравились герои. Если честно, мне показалось, что в этой книге Эстер Прим, главную героиню, не любит никто. То есть все герои любят себя. Там такая история, что девушку, женщину, она замужняя женщина, она переезжает в другую местность и ждёт, когда за ней приедет её не очень молодой муж, и вот они будут вместе жить. Он там на заработках, типа того, что не буду пересказывать всё. И вот его довольно продолжительное время нет. И начинают подозревать, что, возможно, этот муж, например, переплывал море и погиб, или просто от старости погиб. У неё завязывается роман, и она рождает ребёнка. Но не признаётся, кто отец ребёнка. И по всем законам, поскольку она, женщина, всё-таки считается замужней, её клеймят пятном позора, вышивают на её букву «Эй», что значит с английского, ну, типа блудница что-то, да, то есть падшая женщина. И вот она носит это пятно позора. И в романе есть два мужчины, которые её любят. Соответственно, тот, от которого у неё ребёнок, и ещё один появляется потом дальше. И вот мне кажется, что они любят эти два мужчины только себя. А Эстер Бейм любит того, от кого у неё ребёнок. Она жертвует всем, а ради неё никто ничем не жертвует. То есть это настолько... Это про сильную женщину и про слабых мужчин. И вот концовка, конец романа, один из этих мужчин падает просто ниже Плинтуса, а второй, вот я не знаю, если честно, его поступок не очень воскрешает его в моих глазах лично, потому что я считаю, что это всё-таки было тоже такое проявление сиюминутной слабости, не то, что прям его такое взвешенное решение. Поэтому советую прочитать про характер сильной женщины, которая переносит всё сама, воспитывает ребёнка, работает, трудится просто, переносит все скорби. И с каким сердцем она это делает? То есть она никого не обвиняет, она ко всем относится с добром. И даже помогает нищим, а нищие на неё плюются. Вот до такой степени всем советую прочитать. Помимо этого, в американском романтизме есть такой жанр, как страшилки. Вот я прочитала несколько страшилок Ирвинга, то есть там «Сонная лощина», «Всадник без головы», да, вот эта вся история. Очень интересный совет. Я купила вот такую книгу, полное собрание сочинений Эдгара Алана По. Я отсюда, конечно же, прочитала не всё, я прочитала только то, что нужно было мне по списку, и мне всё понравилось. «Падение дома Ашеров». Я почему-то себе всегда представляла, что «Падение дома», что там такое что-то будет грандиозное, а там, ну вот, детская страшилка, но довольно-таки интересно. Ты понимаешь уже в середине, что там произойдёт, но ты читаешь и думаешь, да нет, ну не мог он так написать. Вот это, про это всем советую, мне понравилось. И, если честно, в списке литературы был ещё один пункт, это «Моби Дик» или «Белый гид». Это просто самое шедевральное произведение американского романтизма, которое существует, но это было последнее произведение в моём списке литературы, и я настолько уже устала, что я не стала его читать. Я, точнее, начала, но мне как-то оно не пошло, очень-то затянуто было, я прочитала, не знаю, сколько глав, мне кажется, может, глав 10. Я не дошла даже до «Моря» и решила, что на этом пока хватит. Если вы прочитали «Моби Дик», вам понравилось, и вы действительно считаете, что это вот роман, который должен прочитать каждый, что это вот действительно шедевр, потому что я заметила, что у многих авторов есть такая фишечка, что они очень долго раскачиваются, да, вот как Гюго. Там тоже вначале читаешь, думаешь, зачем? Зачем мне столько вот этих событий, зачем мне столько героев? А потом, когда начинает всё связываться, сидишь и прям вау. Вот я думаю, может быть, может быть, этот роман был один из таких, где долго раскачиваемся, а потом очень классно едем. Лёгким чтением я точно это не назову. Во всяком случае, в том, что я вам предложила, есть как очень простые книги, например, «История Патер Шлемеля», о которой я упоминала, или тот же «Эдгар По», мне кажется, «Ирвинка». Ничего сложного нет в этих произведениях. «Франкенштейн» тоже, ну, несложно, прямо скажем. Есть произведения, над которыми надо посидеть, и мне кажется, вот, «Гюго», скорее всего, нужно немного быть подготовленным к его стилю, и, может быть, стоит начать с каких-то более маленьких произведений. То есть, мне кажется, вот если начать с «Собора Парижской Богоматери», такое самое распространённое произведение, но оно легче всего ещё и читаемое. Вот если с него начать, мне кажется, потом постепенно-постепенно можно до «Отверженно» дойти и ими тогда в полной мере восхититься. Как я уже сказала, Скотта, попробую прочитать какие-то другие произведения. Если вы что-то читали, посоветуйте мне, и, возможно, в следующем моём таком обзоре прочитанных книг будут книги, которые мне посоветовали вы. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Я надеюсь, этот ролик вам был интересен, полезен. На моём канале есть другие форматы роликов. Если вам такой формат понравился, то обязательно мне об этом напишите. Подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал. До встречи. Пока-пока.